В эфире программа «Право знать». Здравствуйте! В ближайшие 15 минут с вами буду я, Елена Баркана. В прошлом месяце завершилась масштабная прокурорская проверка учреждений образования, которая коснулась и детских садов, и школ, и гимназий. В каждом районе области были выявлены существенные недостатки в сфере соблюдения прав детей на получение образования. О них расскажем в нашем сегодняшнем выпуске. Но начнем, как обычно, с обзора новостей о деятельности региональной прокуратуры. Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Луги Андрея Раскатова и новгородца Сергея Магдалинова. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотического средства, совершенном группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах. Раскатов привозил из города Луга Ленинградской области наркотическое средство марихуана и психотропное вещество амфетамин, которые передавал своим знакомым Калашникову и Магдалинову для дальнейшей продажи жителям Новгородской области. С августа по сентябрь 2015 года осужденные сбыли лицам, действующим в рамках проверочной закупки марихуану массой около 10 граммов за 2000 рублей и амфетамин общей массой около 4 граммов на сумму 7000 рублей. Вину в совершении преступлений подсудимые не признали. Приговором суда Раскатову и Магдалинову назначено наказание в виде 14 лет двух месяцев и 11,5 лет лишения свободы в колониях строгого режима соответственно. Ранее Новгородским районным судом Калашников также осужден к реальному лишению свободы. Прокуратура Маловишерского района провела проверку исполнения законодательства о физической культуре и спорте. В ее ходе было установлено, что в нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта, а также правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, в детско-юношеской спортивной школе «Арена МВ», в которой присвоена третья категория опасности, отсутствует ручной металлоискатель и помещение для хранения предметов, запрещенных для проноса. Кроме того, в нарушении федерального закона о физической культуре и спорте организация не была включена во Всероссийский реестр объектов спорта. Органы местного самоуправления, в свою очередь, мер по устранению нарушений не предпринимали. По данному факту прокурор внес главе Маловишерского района представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устраняются. В Новгородской области насчитывается порядка 350 учреждений образования. 168 из них реализуют программы начального, основного и среднего образования. Остальные организации – дошкольного. В них прокуроры выявили более 700 нарушений. Подробности в сюжете Елены Казаковой. Школу часто называют «маленьким государством» и не зря. Это действительно отдельный мир со своими правилами поведения, законами, порядками. И большая их часть прописана в настоящих документах, так называемых локальных актах, которые на основе устава и действующего законодательства принимает каждая образовательная организация. И как раз в этих важных бумагах, на которых строится жизнь воспитанников детских садов, учеников школ, студентов училищ и их преподавателей, каждый год прокуроры находят десятки нарушений. В прошлом году особо отличились такими ошибками учебные организации Великого Новгорода. Были опротестованы порядка сотни нормативных актов. Причем чаще всего нарушения допускались еще при их принятии. Процедуры по согласованию с органами самоуправления учеников и родительскими советами просто не проводились. В этом году тенденция сохранилась, но обнаружились и новые проблемы. Например, в одной из школ Холмского района в локальном акте о порядке пользования библиотечным фондом прописывалось прямое нарушение прав учеников. За дисциплинарные проступки их могли лишать бесплатного доступа к книгам школьной библиотеки. Это положение было опротестовано прокурорам района, а в документ внесены необходимые правки. Допускались подобные нарушения и в других муниципалитетах. Например, в Крестецком районе были обнаружены ошибки при составлении плана учебных занятий. Сразу после физкультуры могли быть поставлены предметы с большой нагрузкой – математика или русский язык. Обращаем внимание родителей, что такое расписание занятий содержит нарушение требований СанПИНА и может быть оспорено. Кроме того, в ходе масштабной проверки были обнаружены нарушения при обеспечении учеников необходимыми пособиями. В некоторых школах отсутствовали контентные фильтры доступа к сети интернет в классах информатики и другие недоработки. Всего прокурорами принесено около 400 протестов. В суды направлено свыше 40 исковых заявлений и внесено около сотни представлений, по результатам рассмотрения которых 90 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Масштабные проверки системы образования работники прокуратуры проводят ежегодно и обладают длинным перечнем типичных нарушений в этой сфере. Их образовательные организации Новгородской области допускают в своей работе, к сожалению, на постоянной основе. Подробнее об этом смотрите в интервью со старшим помощником прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Натальи Нистратовой. Обращает внимание прокуроры в ходе проверок в учреждениях образования и на их материально-техническую базу. Расскажите о самых существенных нарушениях в этой части. Требованиями Федерального закона об образовании РФ установлено, что в компетенцию образовательной организации входит обеспечение материально-технического сопровождения учебного процесса федеральными государственными образовательными стандартами. Такие требования в числе прочих также установлены в получении образования детьми. К сожалению, эти требования не всегда образовательными организациями выполняются. Так, например, зачастую не формируется надлежащим образом библиотечный фонд, надлежащим образом не комплектуются учебными пособиями, необходимыми учебные классы, кабинеты. Например, прокурорами Солецкого района были выявлены нарушения, когда при обучении основам военных знаний не были укомплектованы учебные кабинеты необходимыми наглядными пособиями, медицинскими приборами какими-то. В этой связи были внесены представления и заявлены иски в суд для того, так как это требует материальных затрат обеспечения именно этих дисциплин, то прокурорами применяется здесь различный спектр актов прокурорского реагирования. Прокурорам Валдайского района в этом году установлено было, что в МАУ СОЖ номер один имени Аверина требуется ремонт крыши в связи с протечками в учебные помещения, в классы. Эта проверка была проведена по обращению одного из родителей. Действительно, проверка подтвердила, что такие нарушения допущены. Прокурорам были приняты меры прокурорского реагирования и в этой связи тоже. Серьезные нарушения в этом году были допущены и администрации одной из самых известных гимназий Великого Новгорода, гимназии «Гармония». Что это за нарушения? В августе 2017 года в ходе проверки по обращению одной из жительниц Великого Новгорода матери, ребенка, который должен был пойти в первый класс, как раз в этой образовательной организации, была проведена проверка. Проверка была обусловлена тем, что заявление содержало доводы о требовании школы оказать материальную помощь для ремонта классов, необходимых для обучения детей. В данном случае желание администрации обеспечить ремонт за счет родителей было обусловлено тем, что у образовательной организации не было выделено, не имелось денежных средств на обеспечение этого ремонта, а классы необходимы были для того, чтобы принять первоклашек в новом учебном году. Иначе, скажем так, под срыв ставилось обучение конкретных детей в этой образовательной организации. Поэтому родителями, как понимаем мы, из фактуры имеющейся, скажем, под давлением обстоятельств было принято решение о том, что необходимо провести ремонт классов в образовательной организации. Как установлена прокурорская проверка, на данной цели было потрачено более 70 тысяч рублей, действительно произведен ремонт в образовательной организации, это и окраска, и оклейка, и укладка линолеума, то есть это и приобретение строительных материалов, это непосредственно строительные работы. Кроме того, было установлено, что образовательная организация контроль за проведением собственно ремонтных работ не осуществляла, из каких материалов также производился ремонт не было установлено, что является в том числе и нарушением законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Так как санитарными правилами и нормами, утвержденными главным государством санитарным врачом еще в 2010 году, и установлены где требования к процессу обучения и содержания детей в общеобразовательных организациях, установлено, что все материалы, используемые в школах, должны быть безопасны для здоровья детей, то в этом случае администрации никак не было принято мерку установлению безопасности таких материалов для детей. По результатам проверки было внесено представление в адрес мэра об устранении выявленных нарушений, и по результатам рассмотрения данного представления два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В нашей постоянной рубрике «Разъяснение законодательства» сегодня ответим на вопросы зрителей о системе образования, в том числе о правилах приема в учреждения этой сферы. Как получить место в детском саду? В случае отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной организации, родители ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую организацию должны обратиться в орган исполнительной власти субъекта страны, осуществляющий управление в сфере образования. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест. Прием ведется по личному заявлению родителя ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя. Причем образовательная организация может осуществлять прием в форме электронного документа. После приема документов учреждение заключает договор по программам дошкольного образования с родителями ребенка, а руководитель издает распорядительный акт о его зачислении. Как и кому дается отсрочка от армии по учебе? Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме в организациях среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также высшего образования. Отсрочка предоставляется и студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, если указанные обучающиеся ранее не получали дипломов прохождения таких программ. То есть это образование для них первое. Предусмотренная отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину только один раз. Администрация школы планирует ввести десятибальную или буквенную систему оценок. Законно ли это и могут ли такие решения приниматься без согласия родителей? Система оценивания знаний по закону действительно устанавливается образовательной организацией, но при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, должно учитываться мнение советов обучающихся и родителей. Такие органы создаются в целях учета мнения учеников и их родителей, а также педагогических работников. Таким образом, при наличии созданного образовательной организацией Совета родителей, его мнение должно учитываться при установлении системы оценивания знаний. Добавлю, что в российских школах в основном действует пятибальная система оценивания, которая уже на протяжении многих десятилетий является основной системой. В первом классе обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. На сегодня это все. Мы увидимся в следующую среду в 20.55 на Новгородском телевидении. Берегите себя и не позволяйте никому безнаказанно нарушать ваши права. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова